Всем привет! Давайте сейчас разберем отчет по бонусной программе «Все в плюсе», который получают на электронную почту абсолютно все директора и выше. Ну и посмотрим, что вы в нем можете узнать, какую полезную информацию для себя получить, как вообще с ней работать. Но до этого момента я хотела бы вам напомнить про условия бонусной программы, что конкретно нужно сделать, какие условия нужно выполнить, как с ней, собственно, работать. Потому что многие начинают работу с отчетом, не вникая в условия. Важно тут понимать, что когда мы смотрим на цифры в отчете, нужно отталкиваться от того плана, который будет у этого менеджера, и какой он бонус может получить. Потому что каждый менеджер, который вступил в эту программу, может собрать несколько бонусов. От 10 тысяч, как вы видите, может собрать плюсом 20, 30 и еще 30 за старшего менеджера, если подтвердить его 4 раза. Поэтому эту табличку, пожалуйста, используйте в своей работе. Презентация программы «Все в плюсе» у всех у вас, надеюсь, есть. Если нет, то обратитесь к своему РСМ-у АСМУ. И вам ее отправят. Обязательно используйте ее в своей работе, и когда планируете дорожную карту, то есть вообще рост и развитие вашего менеджера. Ну и теперь давайте перейдем все-таки к отчету. Отчет выглядит вот таким вот образом, что вы в нем можете увидеть. Давайте я вас сориентирую, чтобы не теряться в таком большом объеме информации. Итак, первый блок, вот этот, который синим выделен, это информация про каждого вашего партнера, менеджера, который участвует в этой программе. Регистрационный номер, ФИО, электронный адрес, номер телефона, филиал, чтобы вы могли определить территориально, где находится ваш партнер. Ну и каталог регистрации, что тоже очень важно. Итак, этот блок вам дает подробную информацию для того, чтобы вы могли с ним связаться, обсудить, если вдруг это новый партнер в вашей команде, обсудить дальнейшее развитие, планы и так далее. Далее у нас идет вот такой вот блок, который вам четко показывает, какой минимальный план у данного партнера, у каждого у вас тут, например, у нас в этом отчете два партнера. И тут вам показывает, какой минимальный план должен выполнить этот новичок, собственно, чтобы получить этот бонус. Пока что новичок, менеджер. Итак, минимальный план у обоих – это 15%, потому что это новички первого каталога и вступили они в программу с уровня нуля. Но также у вас будут разные уровни, поэтому тут планы будут разные. Далее вы видите план по количеству каталогов подтверждения этого уровня. То есть нужно выйти на 15% сколько раз? 4 раза. Напомню, что программа действует со 2 по 10 каталог, а до 10 каталога осталось ровно половина квалификации, поэтому уже нужно поднапрячься и начать уже выходить на уровни. Далее план минимум по количеству квалифицированных рекрутов. Я напомню, что это 2 кушки, то есть 2 кью-рекрута в каждом каталоге. Если хотя бы один раз менеджер не выполняет по условиям квалификации хотя бы одну кушку, то он выходит из программы и не может далее участвовать. Далее у вас план по количеству квалифицированных рекрутов в персональной группе. То есть у данного партнера, например, лично должно быть в каждом каталоге 2 кушки должны быть, а по итогу квалификации в персональной группе за весь период квалификации со 2 по 10 каталог должно быть 35 кушек. Если, тут важно, если менеджер хочет собрать не только один бонус, то есть 10 тысяч за свой уровень, а хочет, например, и 20, и 30 за старшего менеджера 2 раза, и еще 30 за старшего менеджера 4 раза, то тут увеличивается и количество кушек, поэтому отслеживайте этот момент и держите руку на пульсе. Ну и план личный на 150 баллов, который тоже должен выполняться ежекаталожно. Если хотя бы один раз не выполнено хотя бы 5 баллов или 1 балл, то ваш партнер, ваш менеджер выходит из программы и не может продолжить свою квалификацию. Далее, в этом блоке вы видите результаты выхода на количество, то есть результаты, которые были сделаны этими партнерами до сегодняшнего дня, до актуального момента. И что мы тут видим? Мы видим количество каталогов, на которые каждый партнер вышел, сколько раз, например, сколько раз он вышел на 15%, сколько раз он вышел на 18%, сколько раз на старшего менеджера. И сколько раз у него в каталоге, сколько квалифицированных рекрутов у него есть в каталоге. 24 рекрута – это тот план, который они должны выполнить. Но мы видим, что план, собственно, 35, а у этого менеджера уже есть 24. Собственно, неплохо, если у менеджера нет другой цели, то есть если он не хочет, например, получить еще и бонусы старшего менеджера. В таком случае его план будет примерно 55 квалифицированных рекрута, и, собственно, нужно быстрее выполнить количество на эту задачу. Ну и количество каталогов, в которых ваш партнер выполнил условия по двум кушкам. Количество каталогов, сколько раз он выполнил условия со 150 баллами. Мы видим, что все хорошо, они идут по квалификации. Ну и количество каталогов с четырьмя критериями. То есть и уровень, и две окошки в персональной группе, и 150 баллов, и отрыв. Ну что ж, мы идем дальше. Вот эта колоночка, про что она нам говорит. Она нам показывает, какой бонус по программе «Я буду расти» может получить этот партнер. То есть вы видите, что эти два партнера участвуют в параллели. В одно и то же время в программе «Я буду Россией» могут получить бонус в 25 тысяч рублей. Собственно, если они выполняют условия по программе «Все в плюсе», они получают и бонус по программе «Я буду расти». Что нужно контролировать? Вот здесь вы видите то, что критично для этих партнеров в данном каталоге, в актуальном каталоге. Тут у вас всегда будет выделено красным, для того, чтобы вы могли понимать, что вам нужно держать под контролем в конкретно этом каталоге. И тут мы видим, что у этого партнера выполнение двух Q-рекуртов прям критично. Он ее еще не выполнил, и нужно с ним связаться, обсудить момент того, почему так произошло, и какие планы вообще у менеджера, как он собирается выполнить все-таки это условия. Далее в этом блоке вы видите текущий уровень, т.е. текущую ситуацию у каждого партнера по уровню, на каком уровне в данном каталоге на данный момент находится ваш партнер, есть ли у него отрыв, количество квалифицированных рекрутов, который он должен пригласить, т.е. две Q-шки, сделан он или нет. И тут вы наглядно видите, красным выделено то, что еще не сделано. Т.е. вы должны связаться с этим партнером и узнать, почему так произошло, как он собирается это выполнить, ну или помочь, поддержать, конечно, чтобы человек остался в квалификации, дошел до своей цели и получил бонус. Итак, количество квалифицированных рекрутов в персональной группе тоже важно, потому что тут вы видите конкретно, работает человек со своей командой, не работает, что у него происходит. Количество личных продаж с ДБ – это личный заказ каждого партнера, есть ли он, мы видим, что обоих он уже выполнен, и это прекрасно. В последнем блоке этого отчета вы видите уже данные, ваши данные, потому что вы его спонсор, вы его лидер, и, собственно, тут вы видите уже конкретно свои, скажем так, личные данные. Из таких частей состоит отчет по программе «Все в плюсе». Вы его получаете каждую неделю на электронную почту, поэтому, пожалуйста, используйте его на своих индивидуальных планерках, на групповых, может быть, планерках, чтобы вы понимали, какая ситуация у вас в команде, кто на какой бонус идет и, собственно, на каком этапе выполнения находится. Желаю всем вам удачи, успехов. Если у вас остались вопросы, обращайтесь к своему РСМу или АСМу. Мы всегда рады вам помочь и объяснить, может быть, еще раз все условия и как работать с этим отчетом. Всем пока!